Российская Минобороны обвинила США в том, что они ставят эксперименты на люди в Грузии, в других бывших советских республиках. В случае с грузинами речь идет о тестировании в центре Лугара по Тбилиси высокотоксичного препарата, в результате чего скончались более 70 человек, что по этому поводу заявляют грузинские власти и местные жители. Как заявил начальник войск радиационно-химической и биологической защиты Игорь Кирилл в медицинской лаборатории Ричарда Лугара по Тбилиси, американские ученые испытывали высокотоксичный препарат и в результате опытов погибли 73 человека. Подробности Словом Кириллова, сведения об испытаниях были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Как пишет РБК, 11 сентября Георгадзе заявил, что у него оказались документы, доказывающие проведение американскими учеными секретных экспериментов над людьми в лаборатории Лугара. Экс-министр пояснил, что бумаги ему передали друзья из Грузии. Георгадзе утверждал, что документы свидетельствуют о смерти участников исследований, причем в графе причины смерти у всех участников экспериментов указано неизвестно. По его словам, расследование смертей не проводилось. Официальный представитель Пентагона США Эрик Пахон назвал абсурдными заявления о тайных опытах в лаборатории неподалеку от Тбилиси, отметив, что США не ведут разработку биологического оружия в центре Лугара. По его словам, данный объект принадлежит Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. Лаборатория периодически вскрывали средние и пересуды, открывали, они показывали все и так далее. Действительно, лаборатория построена, была американцами какое-то время, ее действительно обслуживали американцы, сейчас лаборатория местная. И, вы знаете, не даже десятки человек. Смерть одного человека в Грузии вскрыть практически невозможно. В силу того, что страна очень маленькая, страна с традиционным укладом, страна, где все друг друга знают. Ну и представьте себе, если бы действительно такое происходило, что бы здесь творилось. Где лаборатория, которая в Грузии, и замученные Грузины, которых еще и десятки, и о которых мы почему-то, которые здесь живем, ничего не знаем. Дело Васадзе на российских федеральных каналах об испытаниях рассказывают давно. По официальной версии в лаборатории испытывали препарат Савалди американской компании Гелиот Сайенсис. Он применяется для лечения гепатита С. Одним из акционеров предприятия выступает бывший министр обороны США Рамсфельд. Как заявил Игорь Кириллов, этот препарат зарегистрирован в российском реестре лекарственных средств в ходе испытаний и смертельных случаев не было. Кириллов также заявлял о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий в Азербайджане. Минобороны этой страны эту информацию отрицают. В соседней Армении также есть минимум три лаборатории, созданные на деньги Пентагона. Новый премьер Пашинян недавно заявил, что он не против, если эти объекты посетят российские специалисты. По заявлению Минобороны России, десятки биологических лабораторий военные США разместили также на территории Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.